Тусили, танцевали, песни пели. Дочка к шляпке. И я такая, ого, нам нужно было постоянно хера. В тот момент как бы оно всё по-другому выглядело. Да, нет, жизни там особо не было. У вас есть время до трёх часов дня. Они мне там пишут в 2, не знаю, 45. Выбирали знаковое место, да? Очень много, много разговоров ни о чём. Расскажите мне кто-нибудь. Мне присылали там какие-то боксы от Инстаграма. Главное, чтобы это всё в кайф было. Друзья, всем привет. Это очередной выпуск программы «Время пить чай». Наш сегодняшний гость Вера Пасько. Путешественник, фотограф, блогер. Или в другом порядке. Блогер, фотограф, путешественник. В любом из порядка. Я Любомир Борода. И наш оператор за кадром, которого никогда не видно, но иногда слышно, это моя жена Татьяна. Мой верный друг, помощник, главный критик. И очень хороший человек. Вера, привет. Привет. Первый вопрос сразу. Насколько мне известно, ты хотела стать бухгалтером, а стала блогером. Ой, нет, я никогда не хотела быть бухгалтером. Ты что? Ну, это прикольно. Это же отлично. Звучит, звучит интересно. Ты училась на бухгалтере, но стала блогером. Когда случился тот момент, что Инстаграм перестал быть просто приложением и стал чем-то более, что может изменить твою жизнь? Ой, ну на самом деле это всё такое, наверное, дело случая больше получился. Я никогда даже и не задумывалась о том, что будет вот что-то такое, вот когда как блогерство, как Инстаграм, Ютуб. Меня как бы это даже не особо там и интересовала вся эта сфера. Но я всю жизнь знала о том, что я не хочу работать в офисе, особенно попробовав работать также бухгалтером. Ещё на курсе четвёртом я поняла, что это вообще не моя тема. И сидеть в офисе с, не знаю, там с 8-9, да, со скольки они там работают, до 6 вечера, это для меня вот прям суперсложно. Я не понимала, зачем мне это надо делать и почему я так трачу своё время и свою жизнь. Вот. А потом так сложилось, наверное, совершенно случайно, то, что я просто увидела соцсеть эту Инстаграм, да, у меня тогда ещё даже телефона не было, я увидела у подружки и скачала, скачала на компьютер, а нет, его даже не надо было скачивать, просто ввела адрес с её странички и сидела, смотрела, как красиво оформляют девочки там свои аккаунты, снимали все на айфон и тогда ещё на тот момент. И вот у меня что-то так взбрело в голову, что я тоже хочу попробовать. У меня, правда, на тот момент телефона не было, я со стипендии купила, откладывала, купила себе телефон первый. Начала снимать, ну, понятное дело, там, тучки, птички, деревца, всё такое. Ну, и как-то так оно всё потихоньку-потихоньку, и получилось так, что меня узнали в Николаеве, я начала общаться с ребятами из Киева, с ребятами из Днепропетровска, с Одессы. Просто, на самом деле, я им писала какие-то комментарии, типа, какие красивые у вас фотографии, мне так нравится. Они мне в ответ что-то писали. У нас так вот завёлся какой-то диалог, какая-то дружба, мы начали все общаться. Ну вот, а потом уже и сложилось, что я стала отчасти блогером. Но на тот момент как бы оно всё по-другому выглядело, да, блогерство было не такое. Сейчас это уже и сториз, рассказы о себе, лайфстайл, какая-то экспертность, вот это вот всё в куче, да, вот разные есть типы блогов. А на тот момент всё было достаточно тривиально, красивая фотография, три слова, подпись, больше ничего. А у тебя помимо Инстаграма, ну вот в тот момент были какие-то вообще соцсети, аккаунты, ты что-то писала, вела там ВКонтакте как-то? ВКонтакте вела, да, у меня даже когда-то знакомые, у меня уже на тот момент было около 20 тысяч в Инстаграме, красивая страница, я уже начинала заниматься SMM, и мне знакомый позвонил и говорит, ой, Вер, я видел твою страницу, я так хочу с тобой пообщаться по поводу SMM, там все дела. Я с ним встречаюсь и спрашиваю, говорю, а как ты вообще меня нашёл в Инстаграме? Говорит, в каком Инстаграме? Говорит, я ВКонтакте увидел твою страницу. То есть ВКонтакт был до Инстаграма? Да, ну, по сути, да. Ну, не фотографировала, а что ты писала, да, получается? Да, да. Ну, я на самом деле, наверное, больше репостила, что я, если честно, не особо помню, что там было вот до Инстаграма. Репостила какие-то фотографии из пабликов, там, музычку какую-то прикрепляла, ну, такое, как бы прям тексты я точно не писала. Я вообще тексты начала писать буквально там года три назад, когда я поняла, что это уже просто неизбежно, когда Инстаграм перерос вот это вот всё, да, и блогеры стали совершенно другие, и блоги стали другие, всё стало совсем по-другому. Я поняла, что мне пора выходить в свет и фотографироваться, показывать себя и писать что-то. Инстаграм того времени, когда вот ты в него возошла, какой он был? Какие были тренды? Тренды были на минимализм, наверное, я бы сказала так. Я помню, что вот у нас были какие-то проекты, мы ездили в Борисполь снимать, так назывался проект MT, MT что-то там, MT Борисполь, MT там, не знаю, Олимпийская, Олимпийский, ну, что-то такое, какое-то выбирали знаковое место, да, договаривались с руководством, и можно было там прийти поснимать какой-то вот бандой своей фотографов-инстаграмщиков. Вот. Снимали в основном вот человек по центру, без лица, и красивая архитектура там вокруг, или, не знаю, если это было где-то на природе, плюс-минус то же самое, шляпа со спины, ручка к шляпке. Откуда вы брали эти идеи? Не знаю даже, наверное, с каких-то зарубежных больше блогов, потому что, ну, вот это движение MT, оно вообще пошло откуда-то с Америки, если я не ошибаюсь, какой-то там чувак классный договорился там с кем-то, честно, я просто тоже не очень хорошо помню эту историю, я об этом знала лет пять назад, когда, собственно, это всё начиналось. Вот. Он започаткував, так сказать, вот это всё дело, и оттуда вот пошло оно всё в Европу, к нам, и наши тоже подхватили и начали делать вот такие вот штуки. Как вы собирались? Вы, ну, там, ты сама себя получила поездку, чтобы поехать куда-то, чтобы вот в этом поучаствовать, а, ну, обратно, что давало тебе это? Знакомство. Знакомство? Да, знакомство, интересная компания, интересное общение. Все ребята, которые, собственно, там были, они все были очень классные. Некоторые ещё продолжают вести блог, но тоже как бы его переквалифицировали, так сказать, некоторые вообще пропали уже, потому что, ну, наверное, не знаю, не захотели вливаться во всю вот эту тусовку, да, кто-то перешёл вообще в другую профессию, там стали фотографами, да, например, которые вообще не ведут страницу вот именно как тогда вот это минималистичные фотографии, там, интересные какие-то идеи, а больше снимают там людей, портреты, какие-то, не знаю, проекты, вот такое. Но все ребята очень классные, вот правда. Я безумно рада тем знакомствам, которые тогда у меня появились. А ты тогда попала в рекомендации самого Инстаграма, правильно? И это было уже вот когда ты с этими ребятами стала общаться или до? Это вот было вот буквально там где-то месяц до общения вот такого прям тесного и близкого, наверное, и вживую, да. Но до этого я общалась с некоторыми из них просто там где-то в комментариях. Но, по сути, они выбирали меня уже на проекты из-за того, что у меня было какое-то число подписчиков, потому что договариваясь с вот этими всеми, этими, как они называются? Ну, да, 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 с этими организациями. Они предоставляли список, кто будет, какое количество подписчиков для популяризации, то есть, да, вот этого всего действия, о том, что вот нас пустили, так классно, нам показали это, мы хотим показать вам, то есть вот это было уже тоже как бы обязательный пунктик в том, чтобы попасть туда, то, что было какое-то, какое-то количество подписчиков должно было быть. Тебя помню, там были ребята, которые и, не знаю, там 5-10 тысяч, это тоже было ок. У тебя начали расти подписчики вот после того, как ты попала в рекомендованное. Насколько быстро и вообще, вот как оно на тебя упало? Оно упало, как снег на голову. Твои впечатления, вот это вот все, эмоции, что было? Я помню то, что это был такой достаточно сумасшедший какой-то вечер, и мы с подружкой пошли куда-то в пар сидеть, там тусили, танцевали, песни пели, а у меня просто телефон лежал на столе, и я на него обращаю внимание и понимаю, что у меня заглючил Инстаграм. У меня приходит просто куча уведомлений, я не могу понять, что произошло. Я захожу в Инстаграм, смотрю, а у меня там, у меня было, по-моему, 800 на тот момент человек, а вдруг резко стало, не знаю, тысяч 8. Ничего себе. И я такая, ого, наверное, реально глюк какой-то, ну точно, ну не может быть по-другому. Ну а потом увидела, что письмо пришло, вот это вот, ну, о рекомендации, и я поняла, что попала я, собственно, вот в эту всю движуху. Ну и на этой волне сразу? Да, сразу 20, 24, по-моему, было, они немножечко подписывались, потому что 21 остался, а потом в следующий раз я ещё раз попала в рекомендации, у меня получилось 85, по-моему, тысяч или что-то такое. Да, но они тоже начали потом отписываться. На самом деле сейчас я анализирую вот эту вот ситуацию, да, с одной стороны она мне дала такой большой толчок на то, чтобы вот познакомиться с ребятами, начать вести там блог о том, что меня там в Николаеве узнали, в Украине, а с другой стороны я понимаю, что это где-то даже затормозило в какой-то момент развитие блога, потому что подписывались в основном, там, я не знаю, с... Не целевая аудитория. Ну, а заново немного сложнее, потому что активность падает, ну, то есть вот эти вот все моменты, оно с одной стороны дало толчок, а с другой стороны, я же говорю, затормозило какое-то развитие в какой-то момент. Ты организовывала инстамиты? Да. Света такое подробнее, что ты расскажешь? Это тоже штука пошла с Америки, по-моему, если я не ошибаюсь, ну, там же, наверное, да, главный офис Инстаграма, опять же таки, если я не ошибаюсь. Я помню, я случайно увидела о том, что делают анонсы ребята, на которых я была тоже подписана на тот момент, по-моему, вот они как раз были из Америки, мне рассказывали о том, что вот будет вот такая вот штука, мы там организаторы, делаем инстамиты, собирается просто вот какое-то количество людей, организаторы продумывают маршрут, где можно вот по этому маршруту красиво поснимать для Инстаграма. Вот, но столько, чтобы это было всё официально, опять же таки, я тоже там пошуршала, немножечко поузнавала, для того, чтобы это было официально, можно было написать письмо Инстаграму, зарегистрировать этот инстамит, указать даты, они проходили по всему миру в одно и то же время, там, по-моему, какие-то выходные, если я не ошибаюсь, вот определённый раз в году в определённые выходные. Вот, и я несколько раз вот так вот писала, регистрировалась, и мне присылали там какие-то боксы от Инстаграма со значками, наклеечками, стикерами, вот этими всякими штуками, да. Сейчас, по-моему, такого даже и нет. Сейчас, наверное, если напишешь письмо в Инстаграм, тебе даже никто не ответит. Скорее всего. Да, ну тогда как-то вот так вот оно было попроще в каких-то моментах. Романтичнее, наверное. Да-да, вот это правильное самое слово, скорее всего. Сейчас, наверное, в Инстаграме уже вот этого нет, да? Скучаешь по тому времени Инстаграма или... Ну, я бы не сказала бы, что я скучаю. Сейчас он крутой, но с другой стороны. Он просто другой сейчас, вот. Просто совершенно другой. Я не могу сказать, что я скучаю по тому, или мне там, например, не нравится вот сейчас время. Мне нравилось и тогда, и сейчас. Просто оно реально вот совсем по-другому, и совершенно разные эмоции испытываешь ко всему этому. Тогда, наверное, вот действительно была какая-то доля романтизма, и это, ну, по-другому ощущалось абсолютно. То есть было вот какое-то другое восприятие этого всего, да? То есть что ты делаешь это для себя, и это нравится и людям. И то есть не надо было вот это вот выдавливать из себя какие-то эмоции и так далее, вот как сейчас многие делают, да? Вот эти все прогревы, продавания чего-то там, продажи себя, продажи курсов. И, ну, там вот это вот всё в кучу, если честно. Вот это меня больше, наверное, сейчас напрягает. Что очень много, вот такой сильный информационный поток, и все тебе пытаются что-то впарить. Вот прям купи это, купи то, и вот это купи, и вот это купи. А, ну, тогда такого, ну, не знаю, может быть, оно и было, но как-то я не сталкивалась тогда. Было меньше людей. Меньше блогеров, немножечко другие цели, вот, как-то так. Но всё равно в какой-то момент тебе кто-то пришёл и попросил что-то прорекламировать. Да, первые, я помню, это были, а, кстати, вот, вот эти часы. Да, я в них до сих пор хожу, но это, по-моему, вторые, у меня были ещё одни. Вот самые первые, по-моему, это были часы как раз. И тогда вот они заходили к блогерам, к многим, кстати, я видела тоже, я, ну, на страничках там, на кого было подписано. Мне так они нравились, и мне так было интересно вот прочувствовать, что это вообще такое. Я не могла понять, а как это, что им просто так прислали. А что, так можно, что ли? А за что вообще? Почему? Вот, а потом они мне с вами написали письмо, выберите там часы, мы вам подарим. Всё дело, я думаю, ооо, прикольно, это же, я тоже попала, мне тоже, мне тоже. Какой год был это? Ого! Это сложно, наверное, 15-й, где-то так, скорее всего. И просто тебе, они дают тебе часы, а ты пишешь на них отзыв. Да мне даже не надо было отзыв прям какой-то писать, мне просто нужно было их отметить на фотографии, и всё. И всё, да? Да, там особо прям не было каких-то, ну вот как сейчас там прописывают тебе вот такое-то зэ, нужно утвердить несколько раз обязательно, сделать правки, перезаписать сториз, перезаписать видео, пересделать, переделать фотографию, а тогда как бы такого, ну опять же таки, может быть, просто из-за того, что эта компания такая была, плюс только заходили на рынок, то есть ещё не было вот этого какого-то, было неустаканено, так сказать, это всё, и тогда это происходило чуть-чуть по-другому. Ну просто фотку сделал, выложил, отметил, и всё нормально. Сейчас реклама уже посложнее, у тебя её больше, правильно? Ну, я не скажу, что у меня её больше, возможно, кажется, что у меня её много, потому что, ну, например, в ленте может казаться, просто я пущу очень редко, на самом деле реклама у меня, реклама у меня недостаточно, ну, не то, что недостаточно, господи, немного. Ну просто я иногда, я не часто всё это смотрю, да, но иногда там я могу там сториз полистать, ещё что-то, и у меня вот, ну, вот так вот откладывается, что когда я смотрю твои сториз, ты разворачиваешь какие-то коробочки. Вот, я такой думаю, опять что-то прислали ей, какие-то коробочки, короче, которые надо развернуть и сказать, что, вау, девчонки, смотрите, какая тут классная штучка. У меня очень мало коробочек, да. Значит, может, я в себя только попадаю, когда у тебя коробочки. Наверное, да. Не, у меня, правда, не очень много рекламы, я не хочу вот прям очень много рекламы брать, мне не нравится вот это вот постоянно рассказывать о том, что какая классная штучка, какая классная коробочка, я стараюсь, наоборот, минимизировать больше вот эту вот рекламу всю, и стараюсь брать только ту рекламу, которая мне сама интересна, да, эти продукты, которыми я пользуюсь. Иногда я делаю рекламу просто так, потому что мне действительно понравилось то, что я купила, то, что я заказала, там, где я свои деньги потратила, у меня неоднократно бывает такая, так сказать, реклама. И вот мне, кстати, кто-то тоже говорил по этому поводу, что у тебя так много рекламы, так много рекламы, зачем так много рекламы, а по факту на тот момент у меня её вообще не было, то есть меня никто не проплачивал, никто не присылал просто так, в дар, по бартеру, ничего. Ну, я просто так чисто по собственной воле. Вообще, ну, рекламных предложений много, да? Да. А какие виды они там, типа, это бартер, это какая-то оплата? Ну, в основном по оплате, потому что мне в основном пишут крупные бренды, то есть мелкие, там, какие-то магазинчики, инстамагазинчики, мне очень редко пишут, вот, правда, прям супер редко, я даже удивлена, потому что моим знакомым-то очень часто пишут, мне даже не пишут практически. Мне в основном пишут тут именно крупные бренды. Ну, это сейчас, когда-то, там, три года назад тебе же крупные бренды так не писали, наверное, правильно? Ну, тоже сотрудничала с кружением, в основном, да. Я просто помню, у тебя была такая тема, что ты путешествовала по Украине много, и у тебя были оплачиваемые поездки в Буковель, рекламные. Вот, и тогда ты говорила в Никлайф, что у тебя, ну, как бы, есть желание вот в такую поездочку съездить, но за границу. Оно вот уже осуществилось? Да, уже много раз. Уже неоднократно? Как это выглядит вообще? Уже неоднократно. Ну, вот такая реклама. Пишут Министерство туризма, я не помню, как они правильно называются, эта организация. По-моему, вот Министерство туризма Украины, но, возможно, я могу ошибаться, возможно, у нас нет вот именно прям конкретно от этого министерства, будет образно, так сказать, да, представитель пишет оттуда и предлагает, вот есть вот такая вот поездка, мы хотим вас взять с собой, хотели бы вы, смогли бы вы. Ну, и я отвечаю там, да, нет, и, собственно, всё. Что тебя требует? От меня, по сути, как бы, вот прям требований каких-то я не встречала прям как таковых, но вот сейчас, которые были поездки, там не было прям особых требований. Несколько постов, сториз, где-то мне там, по-моему, один или два раза попросили просто отметить или отель, или наоборот, не отмечать отель, потому что он там никак не связан, например, с этой поездкой. У меня была когда-то одна очень жёсткая поездка, вот когда от нас требовали, прям очень много требовали, я тогда приехала и ещё, наверное, неделю отдыхала, отходила от этой поездки, потому что это был просто трэш полный. Мы ложились, по-моему, часов два или в три ночи и просыпались где-то в пять утра на протяжении недели, потому что... И нам нужно было постоянно херачить, вот просто... Снимать, рассказывать, да? Да, не подберу. Да, вот именно вот так. И причём мы, когда приехали, мы начали снимать сториз, а нам уже пишут недостаточно, больше, нужно ещё. А почему нет поста? И мы с девочкой уже такой, господи, серьёзно? Зачем? Зачем так много всего? И отели, и куда нас повезли, и чем мы занимались целый день, почему мы ели в этом ресторане, почему мы ели в том ресторане, а кто это, а кто то? То у нас были какие-то там развлечения, где-то мы то ли где-то купались, или что-то такое. И вот нам нужно было это прям всё снимать тоже. Ну, то есть, как бы, жизни там особо не было. И отдыха тоже. Я после этого вообще зареклась ездить в какие-то пресс-туры. Не хотела вообще, вот я где-то ещё год потом отнекивалась от вообще всяческих предложений. А потом мне пришло предложение поехать в Грузию. Я очень хотела в Грузию поехать. И я подружке написала, потому что она уже до этого с ними ездила. И она рассказывала, что там было прям очень классно, что они хорошие ребята. И я вот с ними поехала, и прям поняла, насколько это небо и земля, когда адекватные организаторы, и когда не очень. Ещё по рекламе. Мне просто вот реально это всё интересно. Я когда-то увидел у тебя в Инстаграме рекламу на скафе. Да, было такое. Вот. Ты говоришь, что тебе интересно рекламировать то, что тебе самой интересно. Вот ты этот кофе пьёшь? Не поверишь, но да, пила. Вот этот растворимый кофе? Да. У меня мама всю жизнь его покупала. Вот, наверное, ещё до того момента, как я стала жить самостоятельно, мама всегда покупала только на скафе. Она была счастлива, когда я принесла домой, я не помню, что там было, то ли банка, то ли стики. Вагон на скафе. Да, 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 да. Она просто безумно счастлива была. Ну, а это было предложение такое, ну, как тебе за это деньги платили, да, и какой-то там пакт кофе давали. Для тебя это, как ты это воспринимала, что всё-таки это уровень, когда к тебе обращаются такие компании? Да, мне было интересно, действительно интересно. Ну, мне нравится, да, когда ко мне обращаются крупные компании. Мне приятно. Ну, прикольно, да? Да, да. Ну, а не думала ты, что это будет выглядеть как бы, блин, ну, вот этот скафе, ну серьёзно, ну вот. Знаешь, с меня некоторые там смеялись по этому поводу, но я абсолютно относилась к этой рекламе хорошо, потому что, ну, действительно, я пила этот кофе. И тем более я же не заставляю кого-то пить его тоже, я просто рассказываю о том, что есть вот такой вот продукт, да. То есть, а люди хотят его купить или не хотят, это как бы уже другой вопрос. Как подписчики воспринимают вообще, ну, вот такого вида рекламы? Нормально. У нас скафе, Actimail, там, где-то там в поездках, то, что вроде такая, хоп, поездка, там всё это интересно, оп, и тут оказывается, откуда ты не возьмись, появилась бутылочка Actimail. У меня, кстати, нормально воспринимают такого рода рекламу, да, абсолютно. Ну, я не слышала никакого там ни хейта, ни что-то там делаешь вообще, что за ерунду ты рекламируешь, нет, у меня такого не было никогда. Ну, я думаю, просто у меня воспринимают это как-то более осознанно, возможно, понимают, что это реклама. Наверное, как-то так. Прикольно. Ещё немножечко откатимся назад. Вот в первые годы твоей деятельности в Instagram, сколько ты делала публикаций, ну, к примеру, в день? Тогда же не было сториз, да, вот, и пользовалась ли ты Instagram-фильтрами? Что такое Instagram-фильтр? Первые по вот эти вот, можно было выбрать, обработать фотографию внутри Instagram. А, нет. Никогда? Нет. Там такие, были, свиньетки всякие там, какой-то там. Нет, 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 нет. Нет. Я просто всегда казалась, что это какой-то за шквар. У меня, например, я вот с ответом, когда я только начал, они у меня все вот именно такие, там какая-то красивая рамочка. Я помню, там был такой фиолетовый фильтр, такой прям фиолетово-розовый какой-то такой. А как ты, ну, вот, вот ты начала вести Instagram и как ты обработала фотографии? Ты для этого занималась фотографией вообще? Нет, я сразу скачала виска. Я ж следила за людьми, которые там уже фоточки какие-то свои постили красивые. И некоторые из них писали, где они обрабатывают, как они делают фотографии. И я вот это вот все читала, вникала, и когда телефон у меня появился, собственно, сразу скачала виска. И все. Ну, у меня там было буквально на тот момент, не знаю сколько, фильтров 5-10, наверное, каких-то. Я там все одним обрабатывала, и все. Сейчас тоже из виска? Нет. Уже все уже? Нет, да, уже. Я уже, кстати, давно очень не открывала эту программу. Она мне что-то как-то один раз глюканула, и я так ее и закрыла, поняла, что, наверное, она уже все изжила себя. Что сейчас? Lightroom. На компе в основном обрабатываю все. То есть вот это твоя процедура. Ты фотографируешь на телефон, много кадров приносишь домой? Нет, не на телефон, а на фотоаппарат. На фотоаппарат? Я тогда уже начала проводить коммерческие съемки на телефон, и мне кто-то из клиентов сказал, что хочет фотографии на фотоаппарат попробовать. Чтобы мы ее сделали именно на фотоаппарат. И я такая, ого, а где мне его взять, этот-то фотоаппарат? Как на него фотографировали. А что мне с ним делать вообще? Ну ладно, кнопку-то я нажму, а все остальное. Вот. И я тогда у подружки, у Инесс, попросила фотоаппарат на одну съемку, отсняла. На телефоне с ней была, звонила, спрашивала, а что такое ИСА, а что такое вот это вот. И она мне пыталась объяснить, какие надо параметры плюс-минус поставить. Но опять же таки, она же не присутствует на съемке, она же не может мне точно сказать. И она мне так, что по пальцам пыталась объяснить, рассказать, и я такая, ну ладно, сейчас попробуем. Но ту съемку я еще как-то более-менее нормально провела, а следующий раз я брала у нее съемку для суперсложной. Ну вот, честно, мне бы, наверное, сейчас было бы сложно тоже снимать такое. По-моему, я была где-то в фитнес-клубе каком-то, снимала тренировку. То есть там темно, все двигаются, что-то происходит. А я не знаю, какие настройки поставить в фотоаппарате, чтобы это сфотографировать. Но у меня просто вроде более-менее получилось. Там, кстати, хорошие, нормальные фотографии. Но под конец мне, видимо, стало недостаточно света. И я начала крутить, а подружке уже некогда было звонить. И я что-то там такое накрутила, что поставила очень короткую выдержку, да? Одну двадцатую, где-то так, одну десятую. И у меня просто все фотографии были смазаны, вот как будто бы так вот. Это уже эффект движения, жизнь в движении. Не, ну сейчас, может, это уже и популярно, и модно. Но на тот момент это было очень плохо. Длинное, да? Я путаю все время вот это вот, длинное или короткое. Это я помню значение, но длинное или короткое всегда забываю. Ты стала принимать вот такие коммерческие съемки, опять же, благодаря Инстаграму? Как получилось так, что ты стала заниматься коммерческой съемкой? Да, наверное, благодаря все-таки Инстаграму. У меня такая достаточно интересная и сложная история вообще, как я попала во все это движение в Николаеве, в съемке. Изначально самый такой у меня был пункт, я не хочу работать бухгалтером, все, вот я не хочу. И у меня было несколько там дней истерика, потому что я работала у папы, и мне надо было как-то ему сказать о том, что все, я пока. Я больше не бухгалтера. Да, я больше не хочу. Но у меня папа такой достаточно жесткий, и я думала, что меня там просто четвертуют, наверное, за такую фразу. Ну, как-то более-менее все прошло гладко, я очень сильно переживала, правда, но тем не менее. Но я поняла, что я закончила как раз университет, я сдала дипломную работу, должна была сдавать, точнее, дипломную работу, это было начало июня месяца. Я понимала, что у меня остался вот ровно месяц на то, чтобы найти работу, но в это время мне нужно еще закончить с дипломом, сдать его, и сразу приступать к работе, грубо говоря. Я начала рассылать резюме свое. Опять же таки, я не знала, кем я хочу быть, что мне делать, я вообще вот не понимала. И я случайно отправила резюме на специальность SMM-специалист. Меня позвали на собеседование, я прихожу, причем мы на собеседование пришли в какое-то заведение, и я прихожу и думаю, блин, а что это вообще такое, а чего это... Ну, то есть я вообще не понимала на тот момент. Мне рассказал человек, что это такое, и я такая думаю, о, это интересно, прикольно. Я потом попала в эту же сферу, только, ну, не к нему, там, немножечко не получилось у нас по датам, так сказать, начало проекта, и я устроилась на другую работу, тоже SMM-щиком, и тоже благодаря Инстаграму, потому что я когда только пришла, мне сразу на собеседование сказали, ну, мы вас предварительно берем, у вас Инстаграм красивый. Ну, то есть вот так можно было устроиться на работу, я, ну, даже как-то и не подозревала, что вот такое возможно. Вот, а потом мне предложили попробовать поснимать в заведении, хотя до этого я говорила, что никогда не буду снимать еду. Вот, и... Да, это была моя первая, ну, коммерческая съемка, неоплачиваемая, но можно было прийти попробовать поснимать. Мне предложили, собственно, это сделать, я пришла, поснимала, ну, как-то так вот получилось, что понравилось, и начали пробовать дальше. Мне начали предлагать еще заведение пойти поснимать, и я как-то так вот начала просто двигаться в этом направлении. Ну, коммерческие съемки в кафе, в кафе-ресторанах Николаева. Да, да, да. А как СММ ты же тоже стала работать потом? Ну, вообще, изначально я как бы начала работать сначала СММ, но я работала в компании английского языка, и это было вот только направлено на их страницы, да, и в заведении никакую дополнительную работу я не брала, ничего такого, я даже не знала там, что можно там совмещать как-то и далее. А потом я ушла в другую компанию, и там уже занималась СММ как раз заведениями со всем остальным, а потом уже решила, что мне нужно самостоятельно всем этим заниматься. Мне так было немножечко комфортнее, ну, вот, просто по ощущениям. Мне нравилась работа там, и там мне нравилась работа, но я понимала то, что мне, наверное, хочется быть самостоятельной в этом плане. — Твой основной доход — это СММ и фотография? — Да. — Ну, не блогинг? — У-у. — Не плата за рекламу? — Не-не-не. — Какое самое большее количество заведений Николаева одновременно ты вела? — Семь. — Семь? — Да. — Все рестораны? — Да. — Они конкурировали между собой? — Нет. — Это одна сеть получила? — Нет. Ну, они знали о том, что я там занимаюсь продвижением этого реставара, те знали, что я занимаюсь продвижением и того, и того, как бы, потому что в любом случае, когда тебя берут на работу, спрашивают, а что вы ещё ведёте? Вот. Ну, я уж, понятное дело, всем сразу скидывала ссылки, показывала, что конкретно я ещё веду, и уже потом принималось решение, мы работаем и работаем. — Ну, это плюс или минус? Ну, плюс, наверное, потому что они уже видят, что там есть какие-то подписчики, да? — Ну, я думаю, плюс, да. — Ну, это как портфолио. — Ну, портфолио твоей работы, да, что ты умеешь. — Ну, нет такого, что такое, знаешь, как конкуренты, типа, она ещё и там, и она не сделает нам лучше, чем у них там. — У меня нет такого нет. — Нет? — Угу. — Помимо еды ты же что-то ещё фотографируешь? — Ой, да, сейчас уже много чего. Раньше я снимала еду и одежду вот такого, да. Сейчас тоже продолжаю снимать одежду, предметные фотографии. Снимали вот недавно в Киеве тоже водичку, в Боржоми. Что ещё такого? — То есть это прям Боржоми попросил тебя поснимать сам господин Боржоми? — Да, вот прям сам он. Не, на самом деле всё было немножечко по-другому. У меня, я работаю как от агентства, так сказать, да, как фотограф в агентстве, которая выиграла тендер на съёмку в Боржоми. Вот. Ну, то есть не конкретно я выиграла самостоятельно там, да, сказала, что, ребят, я тут у вас поснимаю. Мне сказали, да, окей, конечно, поснимай. Ну, там немножечко другие процессы происходят, но, тем не менее, да, вот так вот получилось, что как раз агентство подруги выиграло тендер, и мы снимали для них, несколько съёмок делали. Ну, а я как фотограф от агентства, собственно, была. — Но ты там как фотограф ты не рекламируешь? — Не-не-не, просто как фотограф. — Прикольно. — Когда у тебя, где ты берёшь время на путешествие? — Ой, не знаю. Вот как-то оно так само появляется. — Ну, как можно договориться со всеми заведениями, что ты куда-то уедешь? — Ну, я просто обычно предупреждала о том, что я вот уезжаю на неделю, у меня недели не будет в городе, поэтому если там какие-то нужны съёмки, мы делаем заранее. Если там будут какие-то акции, скидки и так далее, то, понятное дело, что это я всё делать буду. Ну, и чаще всего я в путешествиях как раз работаю тоже. Ну, то есть нет такого, что я там приехала, ничем не занимаюсь вообще. Ну, это было вот буквально, может быть, один раз вот в сентябре, по-моему, этого года я поехала и ничем не занималась. Ну, так я была на телефоне, я там где-то что-то контролировала, но не так, чтобы я сидела и прям постила что-то, сториз выкладывала, я немножечко делегировала, так сказать, эти обязанности. И там занимались другие ребята этим всем. Вот, а я, наконец-то, немножечко отдохнула, ну, там буквально на пару дней переключилась с этого. Как часто ты отслеживаешь те же алгоритмы изменения в работе Инстаграм, проходишь, возможно, какие-то курсы обучения? Мне кажется, они каждый день меняются, если честно. Ну, ты же за этим по-любому же наблюдаешь, всё время изучаешь. Тебе нужна помощь каких-то специалистов покруче, или ты сама уже нормально в этом уже плаваешь? Ну, я самостоятельно в основном. Уже не ходишь на какие курсы? Я и не ходила, по сути, ни на какие курсы. Единственное, что бывает, смотрю какие-то вебинары, смотрю какие-то новости, не знаю, какие-то сторис ребят, на которых я подписан, и которые этим занимаются. Ну, и просто, как бы, я общаюсь с многими людьми, и, как бы, в процессе общения мы можем обсуждать вот такие вот какие-то моменты и приходить к каким-то новым фишкам и так далее. На каком-то курсе, и я тебя там видел. Только я не помню, какой-то был, типа семинар какого-то там, одна или двухдневного. По СММ. Да, что-то связано было с маркетингом. Я уже сам не помню, давно было. Не, не была, по-моему. Это было вот в те годы, когда мы ещё познакомились, когда собачек фотографировали. Серьёзно, не помню. Был какой-то чувак, который приехал, что-то он там рассказывал. А, Мартынчик, наверное? Нет, это Лёня, нет. Было что-то другое. Вот на Мартынчике я была. Что-то другое по СММ. И мы потом с тобой ещё поговорили после, ты говоришь, вообще ничего нового для себя не открыла, короче. Я не помню, вот серьёзно, вообще не помню такого. Я помню, что я была на Мартынчике. Вот это я хорошо помню. Это мне он тогда ещё сказал, что он меня не узнал. И я подумала, блин, надо, наверное, постить свои фотографии всё-таки в Инстаграм. Потому что мы с ним как-то там что-то пару раз переписывались. Мне звонила Юлия Лисовская, да, она, по-моему, организовывала это, да. Она говорила, что вот, приходи обязательно, там типа познакомитесь наконец-то, все дела там в жизни. И я прихожу, там, поздоровалась с ним. Он такой мне, посмотри, я так, доброго дня, проходь, ты, будь ласка. Я думаю, ну ладно, окей. Хорошо, спасибо. Посижу, послушаю. А потом я выхожу, он говорит, так-то ты. Надо фотки свои постить. Я такой, блин, ну ладно, надо. Ну сейчас уже много фотоксов у них. Ну да. Еще про учебу, ну мне просто интересно. Когда ты стала заниматься фотографией коммерческой, ты училась сама? Ну так подружка подсказала, потом сама разобралась, и она пошла. А сама кого-нибудь учила? Да, было дело. Таню учила. Ну я мобильная фотография, да, по-моему, у нас был курс мобильной фотографии. Вот это был один раз, и еще, возможно, там пару мастер-классов провела, и все. Ну несколько мастер-классов по фото, какие-то у тебя были какие-то там, может, тренинги по СММ? Не. Не занималась этим? Не, ну мне вот эта тема тренингов по СММ, если честно, не особо нравится, и я себя не вижу абсолютно спикером на эту тему. Мне кажется, этой информации предостаточно и в свободном доступе, и в целом тренеров очень много. Как бы я ничего нового прям точно не расскажу. В плане фотографии, наверное, мне как-то это ближе, потому что я могу рассказать там о своем каком-то опыте, о своем видении, мне как-то вот больше вот эта часть нравится. Если в плане там тренингов, мастер-классов каких-то говорить. Но сама я не обучалась фотографии. Единственное, я вот сейчас подумала о том, что я хочу изучать свет, студийный свет, как он работает, вот эти все схемы и так далее. Мне это прям очень понравилось. Ну, я в Киеве вот попробовала снимать со светом. У меня друг приходил, помогал настраивать его. Я поняла, что это суперклассно. И потом фотографии вообще другие получаются в обработке, они по-другому, опять же, таки, получаются. И вот мне стало интересно. Я начала тоже слушать всякие мастер-классы, там на ютубе находила уже тоже спикеров всяких. Ну и плюс пробовала самостоятельно уже. Даже ходила на один урок в репортер у нас. Николай в студию тоже по свету там приезжал учитель. Вот я на один урок сходила, но потом, к сожалению, у меня не получилось уже пойти, потому что я уезжала. Сейчас ты работаешь в СММ? Да. Так же продолжаешь? Проектов столько же или поменьше? Меньше сейчас. Я как-то в какой-то момент, я просто поняла, что я хочу больше углубиться, наверное, в фотографию, чем в СММ. И вот оно как-то так и получилось. Да, вот я захотела, чтобы у меня было больше съемок, но меньше СММ-проектов. И сейчас у меня больше съемок и меньше СММ-проектов. И я как бы рада этому. Как СММ ты что делаешь? Ты пишешь тексты тоже, как копирайтер, ты продумываешь вот это вот, как это называется, как картинка, как картинки ляжет, да, все вот эти вот, полностью-полностью все? Да. То есть полное ведение там аккаунтов соцсетей? Да, настройка рекламы. Ну, то есть это и кабинет Facebook получается, да? И Facebook ты тоже занимаешься? Да, Facebook занимаюсь. Как блогер. Facebook меня, правда, не очень любит. А ты в Facebook тебя постольку-поскольку, или ты занимаешься Facebook? Нет, своим нет. Нет? Нет. Ты блогер только Instagram? Ты блогер, я просто не знаю, как часто ты пилишь stories? Не часто. Ну, не каждый день? Ну, бывает такое, что не каждый день, бывает такое, что в день 2 stories, бывает 5, бывает 10, смотря, наверное, от настроения того, где я нахожусь. Если я в городе, вот в Николаеве, как бы у меня не бывает особо много прям историй. Я, если честно, просто поняла, что мне не особо нравится, когда вот прям очень много историй. Я вот проанализировала людей, на кого я подписана, кто мне нравится, вот как блогера. Я поняла, что вообще у них нет никакого ни инфопродукта, никаких прогревов, никаких вот этих вот купи-продай. Они просто постят, не знаю, свою жизнь, там, собачку, котика, себя, рассказывают, там, съела мороженку. Ну, не знаю, сходила, там, в кино с подружкой. Ну, и ничего такого прям сверхсложного обучения никаких нет. Ну, вот мне вот это нравится, не знаю, я как-то... Как-то человек делится просто своими впечатлениями, эмоциями, но не работает на Инстаграм. То, что, блин, у меня же вот надо что-то запостить. Да, 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 да. У тебя есть вот это, что тебе пора что-то постить? Тоже нет? Нет. Уже вот всё своим... Я по настроению, да, всё делаю. Я вот, я же говорю, я поняла, что вот мне нравится, как они это делают. Вот, я поняла, что мне нравится им... И вот так тоже делать, чтобы я так делала. Я так и делаю. Чтобы не было какого-то... Ты сама часто смотришь сториз других людей? Да, достаточно часто. Но я очень много перелистываю. Вот когда начинается вот это вот бла-бла-бла, очень много, много разговоров ни о чём, я перелистываю. У меня буквально... Мне вот хватает от одного человека, там, не знаю, три сториз. Три-четыре. Всё, больше я не могу смотреть. Ну, вот и мне, кстати, тоже писали ребята, которые на меня там подписаны, и говорили, спасибо тебе большое, что ты не постишь 30 сториз в день. Пожалуйста, не надо этого делать никогда. Ну, я как бы понимаю, что... Ну, значит, моим тоже заходит то, что у меня не так много всего. Как часто ты путешествуешь? Ну, с коронавирусом меньше, понятное дело. Но в прошлом году я успела побывать в трёх странах. В трёх странах и ещё в Карпатах. Ну, как-то так нормально получилось. Я успела перед короной. Я была в Грузии, была в Буковеле и на Байкале. А потом вот в сентябре я в Турцию ездила. Марморис. А до коронавируса? Ну, где-то раз за 3-4 в год точно. Ну, не чаще, да? Ну, если по Украине бывают, конечно, и чаще. Там Одесса, Киев, Буковель, Карпаты, Херсон, Геническ. Ну, то есть вот эти вот всякие такие вот места. Ну, это если касательно Украины, да. А если за границу, то да, где-то раз за 3 в год. Ну, когда как получается. Если я нахожу какие-то дешёвые билеты, то why not? То есть ты сама тоже платишь за свои поездки? Ну, конечно. Ну, в первую очередь для тебя поездка – это вот поехать куда-то всё-таки отдохнуть. Во вторую очередь и прорекламировать, да? Угу. Ну, у меня такое, наверное, 50 на 50. Ну, какие-то поездки от кого-то, да? Да. Какие-то от души. Да, конечно. Ну, то есть я не жду там, что мне свалится с неба поездка, не знаю, там, на Мальдивы куда-нибудь. Но, с другой стороны, я не против, если мне предложат, предложат туда поехать. Я с удовольствием. А ты не обращаешься, как блогер, там, к операторам, например, типа, я вот Вера, хочу поехать? Угу. Нет? Угу. Не знаю, мне кажется, это отчасти как-то попрошайничество, что ли. Ну, это, пустите меня пожить, пожалуйста, я вам фотку сделаю. Нет, ну, есть же такая практика, что так блогеры зарабатывают? Нет, ну, понятное дело, конечно, я и сама писала несколько раз, несколько раз действительно мы сотрудничали, всё было ок, ну, просто мне, наверное, сложно переступить вот это вот внутреннее какое-то состояние, что вот мне кажется, что я напрашиваюсь, но с другой стороны, я там могу дать классный фидбэк, так сказать, да, в виде там охватов, и я знаю, что у меня многие люди потом ездят в эти же места, где я там была, у меня иногда бывает там спустя полгода или год находят мои сторис в хайлайтс и пишут, ой, класс, я как раз зашла типа к тебе посмотреть, в каком бы там отеле жили, мне так понравилось, расскажи, пожалуйста, где вот там, где ты его букала и так далее. Ну, то есть, задают действительно вот вопросы, связанные с какими-то моими поездками, с отелями, где мы жили, и, ну, много интересуются всеми этими вопросами, но всё равно вот я как-то чувствую вот это вот какое-то такое, наверное, вот эта тонкая грань. У меня, мне сложновато бывает с этим. Пипец. На сегодняшний день, если вот человек хочет стать блогером, но ещё не знает, куда пойти, что ты посоветуешь? Инстаграм, ТикТок, Клабхаус? Ну, кстати, что это такое? Расскажите мне кто-нибудь! Аудио соцсеть. Там, где люди как раз просто по интересам разговаривают между собой в кабинетах, а большая часть людей их слушает. Я, видимо, слишком старая для этого. Да нет, я вот буквально вчера её скачала, зашла на две минуты, и мне стало как-то сложно. Я пока вышла, я думаю, может быть, на днях зайду ещё раз посмотрю, что там. Но я так поняла, что достаточно интересная вещь. Все сейчас об этом говорят, все себя сейчас там либо пробуют, либо слушают, либо находят что-то по своим интересам, слушают как раз. Ну, у меня все сторис просто вот про Клабхаус, про этот. Всё, всё забито им. Я сейчас вот слушаю подкасты, и в подкастах кругом рассказывают про Клабхаус. Плюс подкасты пишут внутри Клабхаус, подкаст про Клабхаус записанную внутри Клабхаус, короче, ну, там вот так вот это всё. Боже, как сложно. Ну, я дойду, я посмотрю. Я в ТикТок очень долго заходила, решалась посмотреть. Ну, ты есть ТикТок, да? А я там есть только как наблюдач. Ты не поняла же, да, что там надо делать? Я понимаю, что нужно делать. Не совсем моё, наверное. Ну, пока что. Не знаю. Возможно, я к этому тоже приду, но на данный момент нет, на данный момент мне больше интересна фотография и развитие именно вот в этом направлении. Возможно, я и захочу снимать какие-то видео. Why not? Опять же таки. Но не сейчас, наверное. Пока я просто смотрю, наблюдаю. Но если раньше я как-то думала, что, наверное, там всякая чепуха, то сейчас я так конкретно залипаю там. Ну, и мне это нравится. Нравится контент, который делают люди. Ну, я не скажу, что весь, понятное дело, да, но избирательно прям молодцы. Молодцы те, кто это делают. У меня вот кажется, что я какой-то старый прям. Я не могу понять. Ну, как, я примерно понимаю, что там да, надо делать, но как-то я вот к этому не готов. Возможно, ну вот. Не знаю. Ну, вот у меня тоже, наверное, не готово пока к такому. Что ты на меня так смотришь? Я там два раза покривлялся в карантин, когда дома были закрыты. Ну, и всё. И что-то у меня не пошло. Ну, просто я вот реально не понимаю. Возможно, надо что-то уметь делать такое, вот, что не могут делать другие, да, там прыгать как-то интересно, скакать, там крутить какие-то там сальто. Ну, возможно. Или котика завести. Какую-то там поднимать высоко, чтобы тебя смотрели. Ну, я вот таких способностей в себе не вижу, поэтому я не знаю, что мне там делать, да. Ну, я на котика смотрю собачек. Корчить рожи, открывать рот под песню. Они там самые милые. Вот. По Инстаграму дальше. Сколько вообще сейчас у тебя занимает время оформления публикации? Ну, и вообще, публикация в твоём личном Инстаграм от и до, это вот какой процесс работы? Ну, у меня сейчас самая большая сложность, наверное, это в том, что у меня нет контента в плане фотографий там каких-то. У меня всё с путешествием в основном, то, что осталось там действительно классные фотографии есть, но мне кажется, они немножечко не актуальны вот сейчас в плане постинга. Но в то же время у меня недостаточно времени на то, чтобы пойти и пофоткаться там самостоятельно. В последние несколько месяцев у меня не было времени на это абсолютно. Я мечтала как бы мне так лечь поспать, чтобы поспать, прям выспаться. Вот. Но сейчас как-то потихонечку опять начинаю снимать. Ну, в плане оформления текста, ну, это, наверное, такой больше поток мыслей. Я могу долго собираться, там, не знаю, сейчас два ходить и думать, что бы такого написать, а потом просто взять, сесть в руки телефон и сразу же написать, даже не задумываясь. Просто вот оно как-то так само по себе идёт. Бывает, я наперёд как-то пишу, когда пришло вдохновение какое-то. Ну, ты пишешь под фотку или фотку под текст, или по-разному? По-разному. В зависимости от. Ну, то есть бывает такое, что под фотографию пишу текст, а бывают они не связаны абсолютно никак. Какая-нибудь, не знаю, нейтральная фотография и текст нейтральный или текст, а потом фото ищу. Ну, то есть тут уже такое дело. Когда как. По настроению. Там тенд-плана нету личного, да? Нет. То есть ты можешь там вообще не постить неделю, да? Потом что-то там подряд нафигачить, да? Нормально? Да. Мне ок. Главное, чтобы это всё в кайф было. Ну, правда, зачем вот это вот себя в тиски сжимать и заставлять что-то делать? Ну, вот если не хочется, ну, не лезет тебе этот пост. Ну, зачем его делать? Зачем выжимать из себя то, чего нет? Ну, как скажут многие инстаблогеры, что есть же алгоритмы Инстаграм, которые требуют там какой-то пост, а то упадут охваты, а то я там куда-то провалюсь. А что-то ещё надо 24 на 7 что-то пелякать, там рассказывать. Я от другого мнения. В плане своего блога я вот реально от другого мнения. Я не скажу, что там они правы или неправы. Это их личное мнение, их личная правда, да? Возможно, так оно действительно и есть. Возможно, у меня могли бы быть и больше охвата я себе, там, я не знаю, каждый день постила по два поста и 30 сториз. Я не спорю. То есть, ну, может, действительно так и есть. Но если мне не по кайфу, то зачем? Ну, это же будет всё транслироваться, это всё будет чувствоваться. Не знаю, я не вижу в этом смысла. Оно в любом случае будет хуже в итоге. Если я буду что-то транслировать не то. Ну, вот что-то, не знаю, там, я буду грустить в сториз, вот это всё рассказывать, да, там, усолить какую-то тему. Ну, не знаю, ну, вот эти все штуки не для меня явно. В общем, интересен технический момент введения множества аккаунтов, да? Вот, ты же как СММщик, как контент-менеджер, получается, ты ведёшь несколько различных аккаунтов. Ты ведёшь это с телефона или у тебя уже какие-то СММ-плэнеры там? С телефона. С телефона, то есть, ну, там же можно пять или сейчас можно больше? Больше. Если их можно связать, например, какими-то связку сделать, то можно и больше. У меня когда-то было и 12, по-моему, аккаунтов. Я их так посвязывала как-то правильно. Ну, то есть, например, одного владельца, не знаю, ввела там два заведения, грубо говоря, два-три. То я могла связать эти все аккаунты и заходить в них как один он считался. Ну, это когда ты в один заходишь, открываются все остальные до этого. Да. Ну, вот, вот такой вот план. Ну, и с телефона всё это ведётся, все теги в каких-то заметках, да? Да, да. Вот так это всё выглядит. Ну, мне так удобно. И по папочкам разложены фотографии. У меня на Google-диске всё хранится. По папочкам. У тебя воровали аккаунты. Да. Вот. Дорого, больно. Сколько раз? Один раз? Да. Под него вот так же, получается, подтянуты какие-то другие проекты, да? Нет. Или он только личный? Личный. Да. Я просто перешла по ссылке в письме. Мне пришёл запрос на сотрудничество. Я вот, честно, я обычно просто стараюсь ввести вот ник или там какую-то, если это на сайт какое-то видео, да, ссылка. Я всегда стараюсь просто прописать его в Google или в Instagram найти эту страницу. Насколько я помню, что я это сделала то же самое, даже вот в тот момент. Но там была какая-то вторая ссылка, и я по ней всё-таки перешла. Видимо, ну не знаю, или случайно, или я что-то, не знаю, затупила, отвлеклась. Не знаю, как это вообще произошло. И оказалась как раз эта ссылка вот той самой ссылкой, которая у меня украла пароль и так далее. И мне тогда написали воры. Куда писали? По-моему, на почту, если я не ошибаюсь. Они мне написали о том, что... Здравствуйте, мы украли ваш аккаунт Instagram. Требуем от вас оплату за него. Возможно, мы вам его вернём. Извините за предоставленные неудобства. Я такая... Класс. А сколько денег? Я не знаю. Я просто предпочитаю не общаться с такими людьми. Я сразу написала с аккаунта, который вела девочке, блогеру, у которой я видела недавно тоже, что у неё украли страницу. Вот. Я ей написала, представилась, что вот я Вера, я тоже блогер. Извините, что со страницы заведения пишу. Но как бы вот такая ситуация. Я не знаю, откуда мне ещё написать. Посоветуйте, может, или человека, или как... Что вы сделали для того, чтобы вернуть этот аккаунт. Она мне сразу ответила. Я даже не знаю, это просто удача какая-то, что вот она в ту же секунду мне ответила. Она мне скинула номер телефона какого-то парня, который занимается взломом аккаунтов. Но вот я уже ему платила деньги за то, чтобы он мне вернул мой аккаунт. Вот. Но этот парень тоже так ворует аккаунты, да? Он кого-то ворует и кому-то возвращает. Не знаю. Надеюсь, нет. Но мне вернул. Ну, у меня всё нормально. Или 10, или 13 тысяч гривен было. А год? 2017. 2017 где-то так, да, по-моему, да. Ну, я же говорю, дорого, больно, но что делать? Ну, вернули всё там, без каких-либо изменений? Да, всё нормально. Он меня, единственное, посоветовал поменять сразу везде пароли, двухфакторную аутентификацию вот эту включить. И что-то он мне ещё там посоветовал. А, он мне сказал, собственно, откуда я перешла, по какой ссылке. И сказал, что больше я этого не делала никогда. Не переходила ни по каким ссылкам. Поэтому никогда не переходите по ссылкам. Если бы ты его не вернула, то это же большая потеря для тебя. Ну, да. Начинала бы сначала. Ну, я не знаю, я в тот момент как-то не успела, наверное, сообразить, что вообще произошло. Какие могут быть последствия? Да, я как-то так, не знаю, достаточно спокойно вообще на это отреагировала. Блин, у меня украли аккаунт. Надо кому-то написать, спросить, что делать. Написала. Так сухо мальчику объяснила, что там произошло. Единственное, меня напугало вот эти вот сообщения от злоумышленников, собственно, о том, что заплатите нам деньги, либо мы навсегда удалим ваш аккаунт, продадим его и так далее. И они продолжали вот это вот накалять обстановку тем, что они присылали еще сообщения, еще сообщения. У вас есть время до трех часов дня, они мне там пишут в 2, не знаю, 45. Вот до трех часов дня у вас есть время, в 3 часа дня мы удаляем ваш аккаунт. Ну, то есть они вот понимаешь, да, 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 нагнетали. Что-то ты психовала, да, да, нагнетали. Что-то делать. Да, и вот эти вот моменты, вот мне было, ну, понятное дело, некомфортно. Я вот тогда начала переживать, думаю, блин, а реально, вдруг они удалят его. И я пишу этому парню, говорю, может, мне что-то там с ними пообщаться. Говорю, так не хочется, конечно. Говорю, ты не общайся с ними, ничего не делай. Я скоро закончу. Ну, вот он закончил, он мне предоставил все пароли, я ему деньги заплатила. Ты мне написала потом, вот вам козлы, короче. Нет. Нет? Нет. Я просто все пароли написала. А я же не знала, куда они, понимаешь, присылали. Если честно, мне вообще кажется, что они мне присылали с моей почты на мою же почту. Ну, вот как-то так, то есть не было какого-то определенного электронного адреса с их стороны. Ну, вот я, по крайней мере, его не помню, возможно, я просто не запомнила. Но мне что-то кажется, что они как-то с моей на мою присылали. У меня было просто две почты, и, скорее всего, вот оно как-то так вот и происходило. Не знаю. Самая, наверное, запоминающаяся для тебя поездка? У-у-у, у меня их много. Нет такой самой-самой яркой, которая прям вот запала? Ну, мне понравилась очень поездка в Будапешт. Я просто на него не делала никогда ставок. Ну, Будапешт и Будапешт, ну, как-то, не знаю, как город, как туристическое место, он меня не особо привлекал. Но вот мы, по-моему, в прошлом году ездили осенью или в позапрошлом. Мне безумно понравился город. Вот прям очень сильно, и я прям чувствовала себя, как будто бы я вот дома нахожусь. И очень понравился на Байкал. Вот сейчас поездка была зимой прошлой. Вообще совершенно другие вот какие-то ощущения. Как будто ты действительно попал в какую-то экспедицию. У меня даже есть дома сертификат, что я прошла экспедицию прям целую. Зимой, да, вы уже там? Да. И как зимой Байкал? Круто? Очень, очень круто вообще. А где вы были? Там по городам по каким-то ездить? Не, вот мы прям конкретно на Байкале, на озере были. Мы пересекли его два раза, получается, туда-обратно, на остров Ольхон мы ездили, а потом с острова Ольхон обратно. Вот. Ну, впечатление прям очень классное. Там и вот эти вот, и шаманизм, ой, шаманизм, господи, буддизм. Буддизм. Да, шаманы. И вот оно как-то все такое вот аутентичное, интересное. Не знаю, мне прям безумно понравилось. Такое, что я бы еще раз, конечно, съездила туда. Только летом. Не, летом не хочу. Почему? Не знаю, меня как-то привлекает вот он зимой очень. Ну, там безумно красиво. Вот эти, этот лед сумасшедший, странный такой, красивый, пещеры эти ледяные, ну, прям очень круто. Мне понравилась баня. Зимой выходишь в снег, бежишь домой. Самое любимое место в Украине? Наверное, Буковель. Ну, не Буковель, Карпаты. Не, не Буковель, явно просто Карпаты. Карпаты зимой или летом? Как-то не знаю. Мне они и так, и так нравятся. Они мне всегда нравятся в любом, в любом состоянии. Прям вообще безумно красиво. Ну, они по-другому, опять же таки, всё совсем по-другому воспринимаются. Зимой ты мёрзнешь, заходишь в какую-то там колыбку, скушал борщика вкусненького, согрелся, там, не знаю, пошёл на лыжах, покатался, ноги себе поломал. Такое, ну, не знаю, мне нравится. А летом классно то, что можно просто походить, погулять по горам, встретить красивейшие рассветы. Ну, вот оно всё по-другому вообще. Как будто ты приезжаешь в два разных места. А самый, ну, может быть, у тебя есть какой-то любимый город в Украине? Не место, а вот город, который тебе нравится очень. Не знаю даже. Мне нравится и Одесса, мне нравится Киев, Николаев. Ну, они опять же такие, они все разные. Почему тебе нравится Николаев? Спокойно, спокойно, тихо. Вот за вот это мне нравится, наверное, он. Но, с другой стороны, за это мне он и не нравится. Ну, то есть, я не могу сказать, что у меня есть какой-то определённый любимый город в Украине. И не могу сказать, что здесь какой-то нелюбимый город. Ну, мне везде нравится. Где-то нравится, нам, в Одессе мне нравится то, что у них море рядом, да, есть. Можно там зимой чай пойти покормить, например. Киев нравится то, что это столица, она вот бурлит жизнью, там вот много чего происходит. Опять же таки, если смотреть на то, что там он такой весь быстрый, шумный, это и не нравится одновременно с тем, что нравится, да, потому что сложно вот войти в этот ритм. Николаев нравится, потому что он такой спокойный и классный, здесь можно много чего сделать, то, чего ещё нет, да, например. И, с другой стороны, не нравится, потому что, опять же таки, тут ничего нет. Ну, вот каких-то, да, вот то, что есть в Киеве. Ну, то есть везде где-то что-то нравится и что-то не нравится. Это, наверное, нормально, мне кажется. Любимые мистяки в Николаеве для прогулок? Яхт-клуб, наверное, яхт-клуб, Восьмой причал. Мне нравится сейчас на площади у нас в этом, на Соборной. Не знаю, многие, конечно, может меня захейтят за это. Так и чё. Не знаю, но мне нравится, мне кажется, что хорошо сделали, действительно. Но как-то более современно стало. Я из тех людей, кому это нравится, кто доволен всем, тем, что произошли какие-то изменения, и мне кажется, что это в лучшую сторону намного. Ну, так, не знаю, я люблю выезжать просто куда-нибудь за город. В ту же, не знаю, в ту же, в то же Коблево. За Коблево есть очень классное место, там тоже с обрывами, вот туда вот люблю ездить. Николаеве есть на Перегоне, тоже классные места, там можно поехать погулять. Пофоткать? Пофоткать, да. А ты работаешь с заведениями, как, получается, фотографы СММ. Ты в этих заведениях как посетитель ходишь? Да. Они тебе нравятся? Да. Какие заведения в Николаеве тебе нравятся? Ой, сложный вопрос. Мне нравится Грифель. Грифель нравится очень тем, что там суперклассный кофе. Лучше, чем у нас кафе. Ну, сейчас я только его и покупаю. Мне, ну, прям действительно нравится. При том, что я пробовала и в магазине покупать какой-то кофе для заваривания дома, но вот я остановилась на том, что в Грифеле он самый лучший. Мне нравятся маски суши, у них самые вкусные роллы, вот как по мне. Опять же таки, я пробовала и в Киеве разные доставки, но даже если сравнивать там с теми, которые я пробовала в Киеве, мне кажется, что вот в маске они вкуснее намного. Мне нравятся рапонги, как заведение тоже такое приятное достаточно. У них пицца вкусная. Что ещё? Наверное, вот из таких... А, ещё дейли спорт нравится. Но там не могу сказать, что вот что-то определённое нравится, мне просто нравится вот у них кухня хорошая, обслуживание хорошее. Наверное, всё. В этих заведениях ты работаешь? Нет. С ними нет, не работаю. С Москвой суши работали. Тут мы обо всем поговорили по... Как инстаблогер твои самые любимые блогеры. Сейчас меня все захейтили, да? В инстаграм. Топчик, топчик. Кто тебе нравится, кого ты читаешь, почему? Ну, я скажу, да, что это российские скорее блогеры все. Которые мне нравятся. Но мне нравятся они не тем, что они там с России или ещё что-то. Они по-другому себя позиционируют. Вот опять же такие... Я подписана на девочку Балуева Маша. Они рассказывают просто там о жизни своей. Они делают очень классные рекламные интеграции и говорят об этом, да? Вот у нас сегодня будет запись там рекламной интеграции, показывают, как они это всё делают. И единственное, вот они буквально, по-моему, в прошлом году или когда пришёл карантин или когда, они запустили ещё курсы свои какие-то у них там были по оформлению или что-то такое. И они ещё пресеты свои продают. Но мне интересно читать их. И они не делают вот этих вот каких-то жёстких прям продаж. не уговаривают купить. И об этом нет у них постоянно в блоге, да? То есть каждый день они не делают вот какие-то подводки к пресетам там или подводки к курсу. Вот этого всего нет. И мне это безумно нравится. Мне нравится ещё девочка тоже, кстати, из России. Но она больше вот именно прям лайфстайл-блогер. Она рассказывает, что у неё и дети, и муж, собака. Вот такое вот всё. Я не помню, как она просто подписана единственная. Но мне тоже в последнее время стало интересно её слушать. При том, что до этого я вообще как-то... Она у меня была где-то далеко в сторис, в ленте. И я давным-давно на неё подписалась, но никогда не смотрела. А вот сейчас обнаружила её недавно у себя в подписках. И поняла, что она вот прям интересная очень девочка. Мне нравится вот из Украины. В последнее время девочка, по-моему, одна с Одессы, одна из Киева. Они рассказывают больше о фэшене. Ну, то есть у них тоже такой лайфстайл. Мало... Одно и точно мало рекламы. И мне это нравится тоже. Ну, или она такая приятная. То есть нет вот какого-то... Опять же таки купи. Или наигранности какой-то. Она очень классно делает распаковки. Такие тоже приятные, опять же таки. И рассказывает о каких-то там луках. Ну, такое вот всё. По-моему... Сейчас я вспомню, как её зовут. Настя. Настя Побережная мне нравится. Вот, вот это она. А с Одессы я что-то в последнее время подписалась на Алису Фетисову. Она фэшн-блогер. Тоже рассказывает про всякие фэшн-штучки там такое. Ты покупаешь пресеты? Один раз купила. Разочаровалась. И больше не покупала. Продаёшь? Нет. Почему? Я когда-то даже сделала отдельно папку. У меня есть папка на компьютере с пресетами со своими, которые я хотела продавать. Но я не знаю, что у меня... Нет, не пошло. Я не дошла до того момента, чтобы их полностью оформить и залить на продажу. Но вот недавно мне друг скинул пресеты свои. Просто посмотрел. Ну, он их тоже на продажу, но я смотрела, как они оформлены, как они ложатся на фотографии и так далее. Мне кажется, прям очень классно. Одним из них я уже пользовалась даже. На свои съёмки мне понравилось. Мне надо было очень быстро обработать съёмку. Это студийная. Я со студиями только начала... В студиях начала только снимать. И мне как бы сложно было. Я ещё ничего там с ними толком не разбиралась, как их обрабатывать. А тут просто за один клик и готово. Николаевские блогеры у тебя есть любимые? У кого ты читаешь, смотришь? Нет. Фотографы? Нет? Нет. Ничего себе. Ну, я подписана, потому что я с многими знакома. И... Ну, вот, как бы... Поэтому они мне попадаются в ленте. Но я не могу сказать, что вот... Ну, если выбирать там среди всех блогеров, на кого я подписана, да, я не могу сказать, что Николаевские там какие-то мои любимые. Но я очень рада, что у нас начала развиваться вообще вся эта тема. С блогерством. Каждый нашёл себя. Ну, это хорошо, наверное. Но я особо не смотрю. Советы начинающему блогеру. С чего... Вот, начать. Начать с того, чтобы найти любимое дело. Мне кажется, вот это самое главное. Найти вот свой какой-то внутренний баланс. Понять, что ты можешь дать людям. И показывать это вот только в том случае, если ты действительно считаешь, что у тебя в жизни всё вот сложилось, классно, да. Ну, я имею в виду, там, не глобально, да, но вот ты нашёл какое-то любимое дело. У тебя есть какой-то, не знаю, продукт, который ты можешь продавать. У тебя есть какие-то, не знаю, навыки, которыми ты можешь поделиться, рассказать. Ну, или просто ты кайфуешь от жизни, и ты можешь об этом рассказывать всем. А то почему нет. Не поздно сейчас? Мне кажется, никогда не поздно. То есть, ну, сейчас, вот смотри, есть ты, у тебя вот столько-то подписчиков, а есть, например, вот, я захотел завести, у меня их пока ноль. Вот, как? Ну, слушай, я вот недавно услышала такую прекрасную фразу, да, даже если у тебя 400 подписчиков, да, просто представь рядом с собой 400 человек, это уже толпа. Да, это уже много. А если 200 из них лайкнул, это вообще хреновая толпа. Да, это я вчера услышала где-то, мне так понравилось. Но я действительно согласна с этим, поэтому я думаю, что не поздно. И не поздно, даже если у тебя, там, я не знаю, 30 человек, даже если у тебя 400 человек, 3000 человек. Главное, чтобы ты был интересным человеком. Да, да, да. Класс. Спасибо. Мне все понравилось. Вот, классные беседы. Все спросил, что хотел. И вам спасибо. Приходи, еще рассказывай, показывай. Кому интересно, я обязательно поставлю ссылочку на твой инстаграм-аккаунт под этим роликом, под этим подкастом. Вот, заходите, смотрите. Можете писать Вере какие-нибудь вопросы. Ты ответишь на какие-нибудь вопросы? Спасибо, друзья. Это была программа «Время пить чай». Ее ведущий Липомир Борода, наш гость Вера Пасько. Вот, не болейте, занимайтесь спортом, слушайте нас на подкаст-сервисах, смотрите в YouTube. До новых встреч. Пока. Видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...